Поцелуй меня, я умираю. Только очень осторожно, мама. Сегодня полковник, завтра офицер. Юная Оля не выбирает, за нее это делает мать. Она продает дочь мужчинам по договорной цене. Бывает дадут полтинник, кто-то кинет 10-рублевку. На сцене Краевого драм-театра мотивы дней нашей жизни. Какая-то человеческая, вселенская, по сути, про что я всегда писал Андреев, вселенское одиночество человека, с которым он всегда остается. И с которым он, по сути, сколько бы он ни разбирался, он ничего не может с ним сделать. То есть вот это бесконечное и непонятость. На страницах герои прошлого века. На сцене нечто вечное. Актриса Анна Бегчанова рассказывает, людские проблемы неизменны. Все тот же страх и жалость к самому себе. Но для актрисы с характером подобная роль вызов собственному я. Она ничего не делает. Есть возможность уйти, есть возможность найти другую работу. То есть какие-то варианты ты рассматриваешь, придумываешь сам. Я человек такой, что, ну, есть какие-то там, ты же анализируешь роль, анализируешь пьесу, те или иные поступки персонажа ты как-то должен оправдать. Вот. И есть вопросы, на которые у меня нет ответа. Быть может, их даст режиссер, но даже для журналистов это пока тайна. Знаем точно, что в пьесе 20 века выхода нет. Найдут ли его на современной сцене, узнаем совсем скоро. Премьера спектакля «Дни нашей жизни» пройдет уже на этой неделе. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.